так аман что ты знаешь об амане я вот естественно ни хрена не знаю об амане я знаю что столица маска ты то я узнал вот сейчас когда прилетел сюда и погуглил вообще перед покупкой билета что в маска короче не знаю ничего на самом деле интересно потому что страна абсолютно для меня новое не знаю даже вот условно можно ли тут сорта быть и так и прилетел в шортах и в кроксах все вроде в штанах не знаю какая валюта какой язык вообще бедная страна богатая страна посмотреть на сколько нет посмотреть вообще очень глубокого погружения не жди у меня времени здесь не так много но посмотреть рассказать тебе то что увижу интересно аэропорт лично для меня важная часть поездки потому что это первое что ты видишь оказавшись в новом месте и так или иначе подсознательно то в голове остается впечатление типа хороший аэропорт нехороший уютно неуютно аэропорт амана маската мне очень нравится сравнение там загруженными стамбульском или там дубайским где которые такие там бизе-бизе здесь людей мало но при этом все чисто современное удобное в общем аэропорт уютный за аэропорт маската лайк маска блин тут он смотреть диффузор стоят в аэропорту первый раз такое вижу пахнет реально вкусно приятно какая деталька в общем давай коротко о том что такое аман аман это государство султанат отдельное государство в аравийском полуострове она омывается аравийским морем а также персидским аманскими заливами то есть соответственно здесь много моря много пляжей столица мускат есть пустыни в пустыне в дюнах живут бедуины до сих пор собственно поэтому самому маскату или мускату по-русски вроде маска я планирую немножко гулять тебе показать первое впечатление от местных они вообще никуда не спешат на паспортном контроле народу немного но каждого проверяют минут по 10 причем ничего не делают по сути там надо только отпечатки пальцев сдать как знаешь на британскую визу просто положить отпечатки и все больше ничего не делать но каждую минуту там по 7-10 мурыжат а что они просто болтают друг с другом и реально никуда не спешат виза не нужна россиянам две недели можно без визы подключить если вдруг тебя потянет на экзотику менял 50 долларов далее вот столько бумажек 16 реалов не мадридских аманских и 400 каких-то копеек видимо боится 16 400 за 50 долларов фиг знает сколько это надо за такси заплатить до центра все будем разбираться вообще маскат сильно не похож на наши города здесь низкая застройка из-за гор которые везде вокруг прямо поясывают город получается что город сильно раскидан между горами то есть грубо говоря района разбита из-за гор из-за того что здесь постоянно солнце все здания либо белые либо какие-то светлые очень ярко просто все время щуришься местные конечно не ходят пешком я это в принципе этого и не ожидал ходил пешком один гулял это очень удобно считай вид дорожки чисто лично для меня но надо сказать что дорожки для пешеходов есть везде проблем с тем чтобы погулять нет вообще я прошел весь город все хорошо при этом город несмотря на то что не похож на ваш пони себе развиты здесь есть основные мировые крупные сети есть в том числе макдональдс которым смотри как можно выбрать остроту блюд мы пойдем в мак затестим что тут как я вообще считаю что в маке не был город не пробил о смотри-ка здесь есть big tasty за грибами первый раз такое вижу вообще big tasty на самом деле мало где есть а здесь есть big tasty можно добавить соус тут мой любимый соус big tasty еще с грибами первый раз вообще такое вижу big tasty кого 100 рублей где-то 600 ну дороговато но что делать сожалению больше ничего попробует не успею очень жаль здесь много прикольных блюд здесь какие-то разные че здесь есть рис макдональдсе вот нам есть подробный разбор подробное сравнение макдональдса в дубае и вкусная точка в москве по-моему получилось интересно если еще не видел посмотри удивительно но в городе нету магазинов продуктов никаких супермаркетов тебе вообще ничего сколько ходил вот увидел один спор смотри какой выберевший не знаю будет ли видно на видео но реально прям офигевает от жары вывеска это прям очевидно местные видимо закупаются в гипермаркетах в моллах за городом такая американская модель аман да эту пустыню очень необычные пейзажи вокруг горы все такое запаренное прямо жаре очевидно но при этом нельзя сказать что зелень вообще нет я бы даже сказал что зелени довольно много для такого места и растут не только пальмы местные очевидно поливают и заботиться зелени посмотри довольно таки зеленый город москва я сейчас удивлен отвечая на главный вопрос да в шортах здесь гулять можно у местных это не супер прям принято хотя честно говоря пара человек а таких видел но они видят что ты иностранец и таки типа какой ста спрос заходи как хочешь наоборот даже они такие приветливые улыбаются рукой машут заговорить пытаются многие в общем очень вежливые расслаблены как показалось таки приятные ребята эти аманцы туристов в городе очень мало вот например одна из центральных площадей моската этом тупо один гулял а из плюсов из прям больших жирных плюсов все переведено на английский местные на английском говорят очень удобно центр моската не то чтобы очень интересный куда интереснее мантрах это то ли пригород или отдельный район моската здесь можно посмотреть как живут обычные люди погулять по таким извилистым улочкам вот сам посмотри на видос короче чете рассказываю и прикольно из этих гор выглядывают какие-то развалины крепости и минареты полноценные крепости все такое мнение не переживай по крепостям по всяким не буду тебя таскать вообще по всяким достопримечательностям хотя тут есть конечно основные какие-то достопримечательности которые типа масти вот например опера посмотри вот гранд мечеть куда все должны типа сходить но я что-то не хочу вот это с высунутым языком бегать смотреть все что надо посмотреть хочется глянуть на людей просто смотреть на атмосферу передать ее тебе просто в общем на чили на кайфе красивая картинка моно мне кажется так интереснее чем смотреть какую-то очередную мечеть котики тут типично южные худые высокие такие облезлые борзые нифига не красивые но котики есть котики немножко не поснимать просто нельзя матрахи забрал на мясный рынок очень колоритно здесь гуляет куча местных все такие в местные свои мусульманской одежды но никаких косых взглядов ничего такого нет наоборот опять же повторюсь смотрят на тебя улыбаются что-то рукой маш там пытаются приветствовать вот а так продают всякое барахло паленые шмотки типа ковры там хаги ваги не знаю вот это вот все короче целом купить наверно особо нечего просто погулять прикольно матрах есть порт и весьма себе такая приличная большая набережная здесь ты нашел самое большое количество туристов ну да и согласен здесь приятно погулять особенно сейчас февраль где-то плюс 28 с ветерочком то вполне комфортно не знаю летом не представляю что тут делают люди летом здесь нам просто жить невозможно тени лет никакой моя что я не местная с важным видом на машине не езжу я пропилил как обычно полгорода пешочком жарко конечно но как по мне так гораздо лучше знакомишься с горы он просто чувствуешь его вайп как быть не звучало затаскану вот в общем не так больше нравится чем из окна машины там или такси или этого дабл декер туристического тебя как больше нравится по новым городам гулять расскажи в комментах пропилил пивко заслужил лично я так считаю страна конечно мусульманская но найти где выпить в принципе проблем особо нет например во всех нормальных отелях лобби есть там бар и вот например отель альфалаш тут аж два бара в этом лаунже даже местные выпивают ханикен стоит 4 рублей 700 в итоге тех аманских реалов помнишь да которые в аэропорту поменял на 50 баксов мне не хватило даже чтобы за такси расплатиться до гостишки до центра города ну справедливости ради надо сказать что до гостишки ехать где-то 35 минут из аэропорта довольно далеко вот так вообще у меня вот отель самом центре города стоит даже чуть дешевле офигеть вот ладно с меня амана хватит буду спать если тебе понравился такой видос если понравился аман пиши в комментариях что не понравилось тоже пиши давай всего хорошего буду спать аранж Здрасте